Добрым утром, дорогие друзья! Наступает череда предновогодних хлопот и забота. Вместе с ним и череда интересных мыслей по поводу того, что кому купить и подарить на эти новогодние праздники. Подарки дарят в соответствии, оказывается, со сложной системой правил. И с другой стороны, подарки действуют как невербальные сигналы хорошего отношения, а также несут много других значений. Кроме того, в некоторых видах отношений принцип взаимности дарения не соблюдается. Что, когда, кому подарить? Кто обменивается подарками и почему? Какую роль в этом играет доход, образование, возраст и пол? Действительно ли подарки укрепляют взаимоотношения? На все эти и другие вопросы сегодня нам ответят профессионалы. Наши гости Наталья Раиляну и Максим Валентин, психологи Центра психологической поддержки ЭКОРИД. Доброе утро! Доброе утро! Ну, может быть, коротко, да, все-таки. Что такое подарок и зачем он нужен? Ну, прежде всего, подарок – это, конечно, знак нашего внимания. Даря подарок, мы вкладываем туда свою энергию. И если подарок мы дарим искренне, с добрыми пожеланиями, то и подарок наполняется нашей доброй энергией и служит человеку, которому мы дарим долго и приносит радость. Вот подарок – это часть нас самих. Если говорить о праздниках, ну, вот сейчас, да, Рождество, которое вот уже завтра наступит, Новый год, как намекнуть правильно на подарок? Как написать правильно это заветное письмо Деду Морозу, да, чтобы действительно он принес под елочку то, что мы ждем? Ну, что касается Деда Мороза, то мы ему пишем письмо. Что касается наших родных, близких, то если вы знаете действительно, какой подарок вы хотите, самый простой способ – открыто об этом сказать. Проблема в том, что не каждый может это сделать, потому что нами руководят страхи, верования, что это неудобно, что это некрасиво, что нас плохо подумают, если мы скажем то, что мы хотим. И вот мы как раз в нашем центре учим людей говорить открыто о своих чувствах, о своих желаниях, потому что не только о подарках мы не можем говорить, но и вообще, что мы хотим. Если научиться делать это открыто, спокойно, без страхов, то родные нас поймут, родные, близкие, друзья, это улучшает взаимоотношения, мы лучше начинаем понимать друг друга. Поэтому, если вы знаете, что вы хотите, говорите открыто. Хорошо, Сережа. Хочу шубу. Вот если так, жена подойдет к мужу и скажет, дорогой, хочу шубу. Ну, почему нет? Если в семье есть доверие, взаимопонимание. А если нет денег при этом? Ну, тогда муж скажет, дорогая, вот на данный момент у меня нет такой возможности, я подарю тебе что-то попроще, но когда эта возможность будет, обязательно. Я думаю, не любой мужчина готов свою женщину одарить, если она с открытым сердцем к нему. Давайте вот доведем эту тему, скажем так, до конца, потом зайдем с другой стороны. Как не сделать так, чтобы человек уже, ну, просто слышать не хотел об этих подарках, да? Вот если каждый день, Сережа, я хочу шубу, да, она не стесняется об этом говорить, на второй день, я хочу шубу. А это вижу, что на каких-то действий не происходит. На зло я не куплю эту шубу. Вот как не довести до этой вот точки кипения? Ну, скорее всего, при таком подходе мы либо рискуем вообще остаться без подарка, либо... Без какой-то человек. Да, либо полученный подарок будет наполнен, скорее всего, гневом, агрессией, недовольством. И эти негативные энергии вряд ли дадут нам получить радость, удовольствие от подарка, то, которое мы рассчитывали. Поэтому давить ни в коем случае не стоит. И постараться все-таки говорить это с радостью. Если зайти с другой стороны, все равно есть люди, которые стесняются, да, которые не могут, даже находясь длительное время в близких отношениях, сказать напрямую, я хочу вот это, это и это. Да? Как заметить, что хочет человек? Есть ли какие-то психологические инструменты, психологические вопросы? Так, чтобы действительно выудить эту информацию? Вот что хочет? Чтобы не получилось то, что хочешь духи? Да, хочу духи. Даришь духи на каждый праздник, но не те. Или на самом деле человек хочет шубу, а ты даришь ему духи. Ну да, и он обижается, и это портит отношения. Ну, на самом деле, это, конечно, вопрос общения в семье, с друзьями, кому мы хотим дарить подарок. У нас, например, принято спрашивать, а что ты хочешь? Что тебе подарить? Что тебе нужно? Что тебе хочется? Если нет возможности спросить, то на самом деле наши окружающие, близкие люди, они вообще-то проговаривают то, что они хотят. И вопрос в том, что хотим мы это услышать или нет. И на самом деле мы-то слышим. Ну, а как раз вот ситуация какая получается, что когда наши мнения совпадают, вот я слышу, что, к примеру, мой ребенок хочет велосипед. Она же говорит об этом. Постоянно. Ну, она даже не просит, а просто вот об этом говорит, что она хотела бы. И если я с этим согласна, мне нравится эта идея, то я, конечно, ей подарю велосипед. Ну, а если я с этим не согласна, то я пропущу это мимо ушей, мне в доме велосипед не нужен, а я куплю пианино. Пусть она занимается музыкой, это же полезный подарок. То есть, когда наше мнение совпадает, мы слышим, а когда мнение расходится, тогда мы делаем подарок для себя. Вот если говорить, да, о взрослых, да, у нас когда расходятся мнения, ну, еще ладно, как-то можно простить расхождение. А вот дети, ну, вот вы коснулись просто темы детей, действительно дети иногда хотят, я хочу смартфон, например, да, или я хочу там ультракрутой мобильный телефон. Но родители понимают, что сейчас ребенку необходимы новые санки. Ну, да, или в принципе сапоги зимние, такие дорогие, хорошие. Вот как быть в такой ситуации, когда хочу, немножко не совпадает, смогу. Ну, опять же, вот что касается сапог. Ребенку сапоги не нужны, вот ему лично. Ему нужен смартфон. То есть, сапоги это подарок все-таки больше для мамы, для ее спокойствия, для ее уверенности. Нет, так на санках он тоже не сможет кататься без сапог. А ему санки не нужны, вот он не просит санки. А другое дело, что, конечно, бывают случаи, когда дети просят дорогие подарки, родители не могут себе этого позволить. Но тоже с детьми можно разговаривать и объяснять, и как-то... Ну, у меня такая ситуация была с моей старшей дочерью, она тоже хотела айфон. И такой возможности сразу взять и купить не было. Ну, мы договаривались, я говорю, давай так, вот ты будешь какие-то свои денежки собирать, которые тебе дарят. Я добавлю какую-то сумму, и мы придем, ну, не на этот праздник, но на следующем результате есть уже у нее айфон. Анечка, ты как с двумя разбираешься айфонами? Пока все Дед Мороз привозит. Айфоны нет, айфоны не требуют. Пока Дед Мороз все приносит. Пока планшет один на двоих платит. Хороший Дед Мороз, добрый такой, щедрый Дед Мороз. Ну что ж, дорогие друзья, да. У нас пауза небольшая, да, после которой мы продолжим. Мы, кстати, узнаем, как относиться к дорогим подаркам, которые вдруг свалились нам на голову. Есть парень, поступил. Меня Генка зовут. Ну, увидимся. Вы давайте тоже поступайте. За плечами этих ребят Суворовское училище и годы строгой дисциплины. Впереди нас с вами ждет продолжение увлекательной жизни. Но главное испытание им только предстоит пройти. Не знаю, я как вас будут кормить. Он все родители детей нагружает, никто не отказывает. Проверить на прочность дружбу и не подвести воинскую доблесть. Ты ж, по слухам, так в армию ходил. Да вот именно что в армию, а не в турдом. Кремлевские курсанты. По будням в 3 часа дня на СТС. Наше утро продолжается. В преддверии 25 декабря, католического Рождества, также Нового года и Рождества по христианскому календарю. В общем, короче, огромное количество праздников нас ждет впереди. А подожди, еще старый Новый год есть. Четыре подарка как минимум нужно готовить. Или один огромный, большой и дорогой. Кстати, о дорогих подарках. А, кстати, что лучше? Да. Четыре подарка или один дорогой? Вот с психологической точки зрения. Вот что лучше? Мне кажется, для детей четыре, для взрослых один. Все зависит, наверное, от того, какие подарки хотел получить сам человек. Опять же возвращаемся к желанию. Да, то есть, если мы искренне дарим, с желанием порадовать, то любой подарок порадует. И даже один маленький. А если это все делается из каких-то других соображений, чтобы показать себя, чтобы как-то показать, что это именно дорогой подарок, ну тогда это решать уже дарителю. Хорошо. А как вообще относиться к тому, что тебе вот неожиданно подарили дорогой подарок? Да, вообще не обязательно даже на Рождество и на Новый год. Что это значит? Вот неожиданно подарили дорогой подарок, он обязательно что-то в себе несет. Ну, люди зачастую боятся принимать дорогие подарки, чтобы не быть должными. Но чтобы научиться их принимать, скорее всего, надо научиться чувствовать, с какой целью человек дарит такой дорогой подарок. И иногда бывает, что нам дарят, потому что хотят привлечь наше внимание, заслужить какого-то расположения или еще чего-нибудь от нас получить. И соблазн получить, взять такой подарок, бывает достаточно большим. Так брать или не брать? Так вот, но если вы чувствуете, что вы не готовы дать человеку то, чего он от вас хочет, то желательно все-таки от подарка отказаться, чтобы не быть зависимым от этого человека. А если очень сильно не хочется отказываться от подарка, как быть в такой ситуации? Ну, пожалуйста, но потом вы будете от него зависимы. Если он... Не факт, это же подарок. Но бывают другие случаи. Бывают случаи, когда человек хочет вам сделать подарок от всей души. Вот у меня был совсем недавно такой случай, когда я должна была отдать последнюю часть долга. И вот когда я собрала всю сумму, у меня такая радость и благодарность пошла к человеку, который мне помог, вовремя меня поддержал, дал мне эти деньги. И вот когда я ей отдала последнюю сумму, она подходит ко мне через полчаса и говорит, ты знаешь, когда ты мне отдавала, я почувствовала что-то очень приятное, вот такую радость от того, что ты сделала, что не хочется тебе обратно отдать эту сумму, подарить тебе эту сумму. Я, конечно, была очень удивлена, потому что сумма для меня была немаленькая, но чувствуя ее радость, мне намного легче было принять этот подарок. И мало того, после этого, где-то через день или через два, она мне звонит и говорит, ты знаешь, вот я сделала подарок тебе, а ко мне пришел клиент и подарил мне поход в салон красоты. И там сумма набегала примерно даже в два раза больше, чем она мне подарила. То есть вот как, приняв с радостью подарок человека, мы можем помочь ему открыться еще большему. Если говорить о какой-то психологической механике дарения подарков вот на такие праздники, как, скажем, Рождество или Новый год, как это правильно делать? Как правильно подойти к человеку знакомому, незнакомому? Ну, то есть близкому и коллеге по работе, например, да? Потому что есть совсем близкие люди у нас, это наши родители, это наши дети, это наши очень близкие друзья, крестные родители. Есть коллеги по работе, с которыми мы общаемся, но они, может быть, не такие близкие друзья для нас. Вот как правильно разграничить, как правильно подарить, как никого не обидеть в эти праздники? Ну, наверное, проще сказать, как делать не стоит. Вот у меня есть подруга, которой я очень люблю дарить подарки, и подхожу к этому достаточно основательно, да, серьезно. Но в какой-то момент мы с ней не поделили что-то, я на нее обиделась и совсем не хотела ей дарить подарок. Но отказаться от ее предложения на день рождения я не смогла, поэтому купила первое, что мне попалось под руку. Прошло какое-то время, и она меня спрашивает, ты мне подарила вот это, потому что ты на меня обиделась? То есть подарки говорят об отношении, то, о чем я и говорила. То есть человек чувствует то, что мы вкладываем в этот подарок. Поэтому выбирая, а не важно, для кого мы выбираем подарок, желательно все-таки почувствовать удовольствие от самого процесса, почувствовать то, что бы мы хотели этому человеку передать, почувствовать радость, удовольствие. И тогда, скорее всего, человек также почувствует и произойдет обмен энергиями. То есть мы дарим человеку подарок, в который вложена радость, удовольствие, а он нам благодарит. И вот происходит обмен энергии. Есть такое явление, как подарок-переподарок. Чем грозит вот такое вот явление? То есть вам подарили подарок, он как-то симпатичный, вроде ничего, но вам он не особо нужен. Но вы понимаете, что есть друг, который вообще-то этим, в принципе, и занимается. Вы грешили этим, Анна? Я никогда. А я грешил. Вот признаюсь честно, мне было такое. Ну вам он не подходит, а ваш друг, например, вам подарили альбом с, так сказать, для рабочими красками, да? Для рисования. То есть вы этим никогда не занимаетесь, а ваш друг днями-ночами. Вот как быть? Ведь стыдно, что, значит, мне стыдно, что я, например, так сделал. Но у меня такой случай действительно в жизни был. Ну и наверняка у вас идет отток энергии из-за этого. Почему? Ну ведь этот подарок, ты ничего используешь. А вот расскажите, что за отток энергии и как его прервать, отток. Вы же сказали, что у вас чувство вины, правильно? Да. Вы себя, вы мучаетесь из-за этого. Вот это негативное ощущение. На самом деле желательно научиться просто принимать подарки. А если вы уже приняли подарок с радостью, с удовольствием, не важно какой подарок, то это уже становится вашей вещью, он уже в вашем распоряжении. И дальше вы можете делать с ним все, что вы захотите. Вы хотите, его подарили кому-то еще. Вы хотите, оставили его где-то или выкинули в конце концов, перепродали. Это уже ваше личное право. Значит, все нормально. Да. Все. Как рукой сняло. Если говорить, потому что я вижу, что и у нас даже сейчас с Аней вот в беседе мнение отношения к подаркам разное, да? Вот в контексте дарения и получения подарков, чем друг от друга отличаются мужчины и женщины? Ну, вообще, обобщать всех мужчин и всех женщин достаточно неправильно, потому что все равно все разные. Но если так вот в общем говорить все-таки, то женщины чаще всего дарят подарки практичные, которые можно как-то использовать. Очень часто дарят для хозяйства, если женщин, ну и для мужчин тоже. Или вот какие-то личные вещи, которые действительно принесут какую-то конкретную пользу. А вот что касается мужчин, то мужчины частенько дарят подарки, скажем так, для себя. То есть, чтобы показать себя, насколько он состоятельен, этот мужчина, насколько он способен сделать хороший подарок. При этом не всегда задумывается о том, кому он дарит и нужно ли это человеку. Поэтому вот очень часто бывает, что мужчины вообще не дарят подарки. Женщины жалуются, вот, а мой муж не дарит. Вообще не дарит. Ну, принесет в крайних случаях. Как можно с таким мужчиной жить? Как бы ругать от такого мужчины тоже нельзя. Но вот возвращаясь к теме отсутствия финансов. Если у мужчины нет денег на какой-то дорогой хороший подарок, то ему гораздо проще вообще не подарить и сделать вид, что он не знал, что надо дарить подарки. То есть, когда он не может показать себя... А если это долго продолжается? Лучше вообще спрятаться и ничего не показывать. Да? Ну, это мужская точка зрения. Ну, опять же, я не говорю о всех мужчинах, но большинство поступает именно так. Ну, а вы бы что посоветовали мужчинам и женщинам в преддверии праздников? Если нет много денег, если нет возможностей или наоборот они есть. Вот как себя... Я потом посоветую. Как себя показать? С лучшей стороны, в дарении и получении подарков. Ну, опять же, вернемся к теме, для чего мы дарим подарки. Если мы дарим подарок для того, чтобы принести радость человеку, которому мы дарим, то неважно, какой это будет подарок, главное вложить туда свою радость, свою теплоту и свое хорошее отношение. А подарить можно и очень дорогой подарок, но при этом не испытывать эмоции и просто потом говорить, а я подарил вот это. А радость она не принесет ни к тому другому. Ну что ж, дорогие друзья, если вы ограничены в общении, если вы, вернее, ограничены в средствах, то, в принципе, для любящей пары друг друга, если нет, в принципе, у мужчины возможности подарить любой подарок материальный, то очень будет приятно второй половинке, когда она придет с работы домой, ее ждет романтический ужин, действительно приготовленный руками ее мужчины. Или просто сходить в театр и выиграть билет у нас в программе, понимаете? Или, например, в кино со водителями по парку погулять. Вот так именно неожиданно сделать то, к чему вы не привыкли. Да, приготовить что-то не лучший подарок. Почему? Ну как бы это... А потому что на кухне гора посуды ждет тебя. Меня никогда не мою посуду, не люблю. Ладно, мы поспорим на эту тему. У нас в гостях сегодня были Райляна Наталья и Максим Валентина, психологи Центра психологической поддержки «Экорит». Мы разобрались в том, что для того, чтобы дарить действительно друг другу правильные подарки, нужно забыть о себе и вспомнить о любимом человеке. Это абсолютно верно. У нас рекламная пауза, не переключайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!